За что напряковку, гражданин ученик? За что быка взяли? Цепи себе взяли, бык думал, что ничьи. Общественные. Но я и говорю, ничьи. Тогда у быка была профессия. Его уважали. С ним здоровался за руку сам гласный городской думы. Правда, он сам попался на кражу кур. Скажите, бык, вот такой сейф. Вы когда-нибудь... Работали? Да, да, работал. Бык надеется, что он имеет дело с джентльменами. Ну, ты помечливее. Ну, до вас это не относится. Прошу не отвлекаться. Давайте, посуществуем. Угу. Извините. В 1913 году в городе Ростове бык имел такой сейф. Он там был на гастролях. Ферма Круп, бронированная дверь с двумя секретами. Ха, оригинальная система. Бык открыл тогда этот сейф на Пари за шесть минут. Без всяких инструментов. Там были хорошие деньги. А здесь какие теперь деньги? Булавки не найдется? Угу. Угу. Не получается? Не полагайся. Опять. Гришченко. Пошел и что, сразу Гришченко. Это кто-то давать забыл. Вы же первый начальник, который не любит такого хлосона. Странная история. Гришченко. Скажите, а вам знаком человек по кличке Червень? Ой, это страшный человек. Бык с ним никогда не работал. А красавчик? Вы знаете красавчика? Красавчика, это совсем другое дело. Красавчика, романтика степей. В каждом деле должна быть своя романтика. Гришченко, посмотрите, там есть зазор между сейфом и полом. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Есть, есть маленький, товарищ начальник. Э-э-э, Гришченко, Гришенко. Что? Вы меня закрыли, чего? Так откройте же, ну, откройте, ну. Бесполезно. Групп серьезная фирма. Товарищ начальник, ну как вы там? Что, живи? Жив, жив. Открыть можете? Где булавка? Да у меня булавка. Ну, тогда это же, если, ну, как вас открыть? Ну, он же там задохнет. Да. Это же немецкая система с вентиляцией. Ну, и шо? Он там всю жизнь может сидеть. Э-э, я не хочу всю жизнь. А ну, отойдите, я свое мято дам. А-а-а! Не пейте! Ужи закладываются! Нужна булавка. Гришенко, ну, что ж. Проходь! Вот, это значит, авансом за моих лошадок. Каких лошадок? Ну, ты что, чертов, красавчик угонял. Это как еще аванс. А потом, значит, мы сберем ометку. Это что, самогон? Вы это, слушайте, оставьте. Отставьте, я вам говорю. Ну, как же ж. Для чего же я его-то не принес? О, вы теперь наша власть. Так, как же ж. Для своих-то не оставай. Ни в коем случае, Виктор Прокофьевич. Весь самогон я приказал отдать в распоряжение больницы. Как поняли? Ну, товарищ начальник, это ж не такие вещественные доказательства. То ж за доброе дело. Вед души, можно сказать. Да, да. Вед души? Прекратите. Я вам объявляю наряд вне очереди. Да, слухаю, товарищ начальник. Заберите бутыль. Бёбра. Пардон. Извините, у вас нет какой-либо булавки? Обязательно разъясните товарищу, что вы берёте на пару минут. Конечно, конечно. Да, да, на пару минут. Загадочное происшествие в уголовном розыске всколыхнуло всю Севериновку. Не так ли в старину рождались легенды о сказочных героях, умевших становиться невидимыми, но при этом всевидящими? Ведь ещё и по сей день в Севериновке можно услышать старинное предание о грозном, но справедливом начальнике милиции, хотя имя его давно забыто. Вы поймите меня правильно, у быка и в мыслях не было ссориться с властями. Вы меня слышите, начальник? Да, слышу, слышу. Когда у человека золотые руки, он всегда будет иметь ваш кусок масла на свой ватерброд. Я не знаю. Послушайте, бык, вам не надоело? Что именно? Неужели вы мне хочется сбросить цепи? Не перевирайте. Я же говорю, в переносном смысле. А-а-а. Поймите вы, бык! Вы же сами себя поймали! В ловушку! Как мне из неё выбраться? Я ведь вор в законе. А, цепь это так. А скажите, гражданин начальник, сможет новый режим оценить мою добрую волю? Сможет. Во всяком случае, вам это зачтёт.